Еще до старта высокого сезона арендаторам пляжей, прошедшим конкурсный отбор, были розданы так называемые дорожные карты по обустройству набережных. В них прописан порядок установки оборудования, благоустройства территорий и работа с водной техникой. Но не все предприниматели ответственно подошли к этому вопросу. Из 191 пляжа освидетельствованы 165. Комплексная проверка с участием представителей Краевого министерства по курортному делу и туризму и сотрудников сочинской мэрии выявила ряд нарушений на набережных Лазаревского района. Отсутствуют лодки, отсутствуют спасатели. Видите, нет достаточно зонтов, недостаточно шизгонтов, недостаточно дорожек. Подобная картина, как на пляже Дельфин, есть еще на нескольких. Это пляжи Взморья, лагуна, кола, свирский. Взяв аренду территории, предприниматели обязались выполнить полный комплекс услуг. В первую очередь по безопасности, однако в своей работе упор сделали совсем на другом – личном обогащении. Именно из-за халатного отношения курорт в следующем году может недосчитаться туристов. «Сегодня человек приехал, посмотрел на грязь, ту, которую вы организовали, на следующий год у себя не подъедет. А это бюджет города. Если бюджет города недополучает, соответственно, улицы поливать нечем, убирать нечем и так далее. Это все ваши работы. Но по концу года вы остаетесь в достатке, вы строите доматы. Ради бога, живите хорошо. Мы только радоваться все вместе за вас будем. А почему бюджет города должен страдать за это?» Многие нарушения связаны с работой маломерных судов и водных аттракционов. Разрешение на них выдают водно-бассейны управления Краснодарского края. При этом, как выяснилось, разрешение выдается под предлогом купания детей и инвалидов. Либо для организации детского отдыха с использованием маломерных судов. Очевидно, что ни инвалид, ни ребенок не могут и не имеют права садиться за руль гидроскутера. Комиссия подытожила. Такая коммерческая деятельность ведется вразрез законом и подвергает опасности здоровья и жизни отдыхающих. Причина нарушений – неисполнение контрольных функций федеральными органами. «И у нас была возможность в этом году стать первыми, лучшими. Из-за вот этих вот товарищей мы теперь неизвестны. И вопросы просто нарушения безопасности. Вот что плохо. Федеральные все органы. И где же ваша работа? Государственники, в кавычках». По статистике, 90% гибели людей и травматизма на пляжах происходит из-за несоблюдения элементарных правил техники безопасности и по причине употребления алкоголя. Поэтому ГИМС необходимо регулярно проводить рейды, а арендаторам пляжей установить информационные стенды и недостающие оборудование. Более того, привлекать к работе профессиональных спасателей, а не сезонных рабочих. Несмотря на середину августа, этот вопрос актуален, ведь пляжный сезон в Сочи длится до октября. А специальная комиссия уже в ближайшее время проверит, учтут ли арендаторы все нарекания.